Всем огромный привет! Я предлагаю сходить со мной на затест вот этих вот новинок, оставшихся Жадора, что там еще, Либре. Ну, в общем, то, чего я не тестила в предыдущих роликах, у нас вроде бы все подвезли. Но, забегая вперед, я хочу сказать, что я уже попробовала все это. Вчера была опять в одном из торговых центров и еще раз попробовала, и мое мнение изменилось. Поэтому я, наверное, покажу изначально то, что... Мои первые впечатления, а потом еще немножечко дополню. Вот. Все-таки надо... Это понятное дело, что надо ароматы тестить по нескольку раз. Но вот иногда просто вот вплоть до противоположного впечатления. Вот. Еще я хочу... Вот после вот этих вот... После аромабокса со Сентура. Меня вновь всколыхнул бренд Носомата. Я хочу попробовать на себе... Ну, Бараунду я разнашиваю. Мне нравится, но со стороны как-то вот... Я так поняла, что этот аромат все-таки грубовато сидит. Еще мне нравился Абсент. Тоже аромат не из нежных, но что-то вот мне как-то тоже хочется его попробовать. Вот. И новую феминиту. Ну, я имею в виду реформулированную. Но у феминита стоит Бальдоботе. По-моему, там есть Ангел Нова. Но вот до этого был какой-то странный, пристранный тестер. Ну, в общем, все сейчас посмотрим. Текст у нас появился Libre Intense. Вот она, эта новинка. И что я вам хочу сказать? На мой взгляд, вот то, что я чувствую, это смесь Black Opium и Libre вот этого классического. То есть я ждала, что этот ванильный аккорд, он будет какой-то такой сверхсупер оригинальный или что-то вот прям невероятное. Ну, вот я первым делом услышала прям отголоски Black Opium вот такого типа сладость. Плюс вот эти все там, что там, кума и лаванды. Вот этого, ну, короче, фужерная часть Libre. Ну, такой сладкий, зимний, зимне-осенний. Мне не нравится Libre. Вот я не люблю вот это его окончание. Поэтому как-то и вот это, наверное, тоже новинка мимо меня. Я, честно говоря, ожидала этого эффекта. А из Black Opium вот с такого плана сладости у меня есть Nui Blush. Здесь, кстати, нет. Здесь у нас есть Floral Shock. Eau de Parfum есть. Вот этот вот синенький. А, есть Nui Blush. Синенький есть и туалетная вода, о которой так все говорили, что все, ее снимают. Ничего, никто ее не снял. Ну, мнение по поводу Libre Intense у меня не изменилось. Для меня это все-таки какой-то гиприд из Black Opium, либо классического, либо даже вот этого синего Intense, который и Libre обычной. Это вот новинка, рожденная в Риме Донна. Даже как-то смешно немножечко, да? Я пробовала этот аромат буквально, ну, может быть, пару недель назад, когда он здесь появился. Может, недельку назад. И мне он показался дико сладким. Но вот после Libre это еще такая более свежая сладость. Ну, тоже жвачная сладость. С предыдущей Донной я пока не вижу никаких вообще пересечений. Ну, вот этой вот, самой первой, пудровой. На нее, на мой взгляд, гораздо больше похоже. Я уже показывала, и Resistable только там термоядерная смесь. Вот. А здесь просто такие вот жвачки. Ну, может быть, с цветами. Ну, такой аромат как бы неоригинальный. Не хочу сказать, что он там неплохой. Ну, вот просто уже такое слышно было, слышалось много раз. Так, и еще вот этот парфюм сейчас попробуем. Хотела бы обратить внимание на форму флакона. Ну, вот видите, внутри стекло таким образом сделано, что это напоминает женскую талию. Это мне тут рассказали консультанты. Ну, а в самом аромате все гораздо более прозаично, на мой взгляд. Аромат, я считаю, на тему таких цветочно-фруктовых компотов. Тут есть какая-то такая приятная кислинка. Ну, кстати, вот в прошлый раз она мне как бы оказалась как раз-таки неприятной. В этот раз кажется приятнее. То есть, ну, надо тестить каждый раз, там, может быть, в разное время немножечко по-разному. То есть, какой-то такой вот усредненный кисло-сладенький аромат, немножечко напоминающий, может быть, лимонад. Но здесь нет какой-то особой не шипучести, а, вы знаете, как выдохшийся лимонадик такой. Ну, что-то в этом духе. Или какие-то вот цветы с ягодками кисло-сладенькими. Ну, мне он нравится вот в целом как-то больше. Нет вот этой душности присущей вот этой вот Валентине. Хотя на коже это все, может быть, знаете, с точностью до наоборот. Потому что это все блотерные такие затесты. Вот. Ничего особенного, откровенно говоря. Флакончик симпатичный. Вот давным-давно я хотела сказать по поводу Alive. Huga Boss. О, боже. Я просто не хотела ничего даже про этот аромат комментировать, когда я его попробовала. Потому что это вот то, что я не люблю. Здесь есть вот такая нота вот этого какого-то кислопрелого сена, которая есть в, сейчас вам скажу, ливень от Lalique. Ливень? По-моему, да. Такой вот флакон. Еще где-то я ее услышала. Ну, даже, кстати, в Libra, мне кажется, похожая вот эта нотка такая. Но она там немножко невидоизмененная. И вот здесь. Здесь просто это гипертрофированная нота еще в перемешку со сладостью. Я не могу даже сказать, чем это пахнет. Мне просто не нравится. Удивлена, что этот аромат стал там каком-то номинирован на чуть ли там лучший парфюм 2020 в люксе. Ну, как в какой-то там номинации. Кстати, здесь мне сказали, что его вообще не покупают. Наверное, поэтому он резко стал лучшим, чтобы хоть кто-нибудь его купил. Ну, не знаю, потому что, ну, совсем, совсем, ну, это на любителя, на большого. У нас появился новый Жадор Инфиниссим. Вот он. Смотрите, какой красивый флакончик. Прямо как вот это вот ожерелье у Шерли Стерон. И вот такая же крышечка. Аромат очень приятный. Вот из новинок, вот этих туберозных, если брать Линтердит, потом, ну, как он там, Майуэй. Ну, Майуэй мне тоже понравился, но он очень навязчивый в базе. Вот, правда, вот этот не знаю, как будет в базе. Я его просто на блотере попробовала. Но это такая... Это, во-первых, не похоже на Жадор. Просто единственное ощущение такой зрелости есть, конечно. Потому что Жадор никогда не был таким ароматом, знаете, для 20-летних девочек. Ну, то есть какой-то, несмотря на то, что он такой вроде как цветочный, но он такой достаточно женственно-зрелый, что ли. Ну, вот этот вот такой интересный цветы. Тубероза, безусловно, слышна. Такая более современная. Немножечко, знаете, как вот лимонадная туберозка такая. Вот лимонадная туберозка. Не леденцовая, не зеленая, такая как в Гуча Блум. А вот лимонадная. Большего ничего не могу сказать. Мне аромат понравился. Вот. Ну, я как бы не фанат тубероз, но в целом мне нравится этот парфюм пока что. Кажется, не было видно названия. Вот, видите, Инфинисим. У нас появился Идоль или Идол Интенс. Сейчас попробую. Вот Идол я пробовала изначально. Ну, как бы это не мой аромат. Хотя он такой свежий и вроде как все приятно. Вот эта версия... Вообще, вначале, кажется, совершенно два разных парфюма. Потому что он более теплый. Мне кажется, тут добавлено ваниль. Ну, такое специфическое звучание. Знаете, как когда проходишь мимо магазинов лаж. Вот что-то такое. Ну, не так ярко. Ну, какое-то вот остаточное. Вот такое какое-то. Потом начинает проклевываться вот этот первоначальный вариант. Ну, что-то такое вот цветочно-фруктовое. Не знаю. Немножечко непонятно. Это, конечно, информации маловато. Но, честно говоря, даже сказать ничего особо. Еще вот, что появилось у нас. Потому что во время карантина, когда он появился, как бы ничего этого не было. Вот сейчас только подъехала. Сейчас попробуем вот эту лавейбель. Попробовала вот эту новинку. Наконец-таки трезор для Нью Ньют. Ну, мне совершенно как-то мимо. То есть, это какая-то немнятная такая вот сладость. Действительно нюдовая. Ну, то есть, очень-очень как-то совсем не цепляюще. Хотя он, наверное, миленький. Ну, не знаю. Не мое. Теперь вот этот вот аромат. Здесь, мне кажется, приятный. Ну, как бы вот эта вот сладость лавейбельная, специфическая. И какая-то как травность здесь. Как лекарственный такой оттенок специфический. Каких-то трав. Вот. Потом аромат, по крайней мере, на блотере становится достаточно мягким. Не знаю, как он будет на коже держаться. Честно говоря, нет желания наносить его сейчас на кожу. Но, на мой взгляд, он, несмотря на свое такое взрывное, такое ярко-сладкое начало, как у всех лавейбель, довольно-таки мягко сидит. То есть, нет вот этой убойности. Неплохая, кстати, вариация лавейбель. Ангел Новый у нас вот до сих пор вот такой вот стоит пустой пробник. Поэтому попробовать его я не могу. Жаль, конечно. Уже, не знаю, несколько недель. И не могу попробовать аромат. Феминиту мне нанесли на руку. Сейчас будем разнюхивать новую феминитку. В общем, не могу. Этот ветер уже задолбал. Первым на очереди классический пуазон. Современный. Но дело в том, что я не смогла посмотреть там у тестера батч-код. Ну, как-то, потому что тестировать самостоятельно нельзя. Консультант брала вот этот тестер в руки. Потом возвращаться вот это пересматривать. Короче, сплошные сложности. Поэтому я не знаю, насколько там новый тестер стоит. Но я думаю, что не сильно старый. А может быть, ну, пахнет точно, как мой пуазон 2010 года. Потому что дело в том, что я пару лет назад пробовала уже реформулированные, вот совсем последние переработки пуазона. И это было прямо сильно не похоже. Вот сейчас прямо здорово похоже. Ладно, посмотрим, что будет в раскрытии. Просто я хочу дополнить. Дело в том, что вот мой тестер, тьфу, мой пуазон 2010 года, я сравнивала с туалеткой то ли 90-го, то ли 89-го. И она у меня была. Потом я её продала, потому что разница была, ну, минимальная. Просто старая туалетка была чуть-чуть, вот прямо на миллиграмм поягоднее. Но, как бы, мне там не понравились кое-какие другие моменты. И, соответственно, я её продала. Вот. А вот тот пуазон, который я пробовала пару лет назад, вот совсем современный, он стал какой-то вообще не ягодный. Ну, гораздо менее ягодный и зеленее. Может быть, это вот он и есть? Потому что сейчас уже теряется вот эта вот насыщенность. Но всё равно это пуазон. Всё равно. Ой, за. Феминито тоже классное и современное. Мне она нравится сейчас. Ну, она такая более меланхоличная, конечно. Пуазон он такой шаловливый, слегонца. Ну, настроение другое. У льтанцев всё-таки отличается настроение от духов сразу же. Мне кажется, что феминито как бы немножечко, может быть, даже подраздели вот этого, сняли какого-то тумана с неё. И вполне себе ничего. Вот я бы сейчас с удовольствием, допустим, если бы у меня была бы феминито, я бы с удовольствием сегодня бы ей бы набрызгалась. Ну, вот сейчас я хочу сказать, что... Что... Что пуазон вот сейчас меняется. Мне кажется, в нём как-то стало какой-то больше... Какой-то вот типа древесности, знаете, как вот... Как аромопалочки. Вот что-то такое есть. Ну, слива, да, такая подкопчённая, такая деревяшечка. Но вот... Ну, немножечко он другой. Другой-другой. Смотрите, как в парке чистят листья, раздувают. Никакой романтики, да? Листочками пошуршать. Я попробовала уже вот этот вот абсент на себя нанести. Попробуем. Ещё думала, пардон, но нет, там что-то уда дофига. В общем, попробуем абсент. Ну, дифлорум – это мой парфюмерный кошмар. Сразу же хочу сказать, там вот этот изобутилхинолин. Такое ощущение, что он до костей там прожигает своим запахом. То есть у меня от него была дичайшая головная боль. То есть это вообще аромат, я не знаю, не для слабонервных, не в том плане. Ну, то есть вообще мне показалось, что это вот реально какая-то, знаете, как отрава. Вот честное слово. То есть таким ароматом можно к каким-то непонятным последствиям привести. Ну, браунда, да, классная, конечно же. Ну, ладно, подумаем. Ну, и вот я хотела добавить по поводу нового Жадора. Мне он так понравился в самом начале. Сейчас как-то я чувствую очень такую, не знаю, какую-то, знаете, шампунистую туберозу. То есть это уже не лимонадность, это шампунистая. То есть вообще мне очень сильно, конечно, выключил нос этот вот этот абсент. Наверное, я погорячилась тем, что я нанесла его на себя. Это что-то с чем-то. А вот в Ривгоше я нашла флакончик классического яда. Ну, здесь просто крышка другая. Ну, это тестер. Я посмотрела, это 17-го года тестер. Вот сейчас вот тоже сравню. Тут вот стоят пуазоны. Все практически. Ну, не все, но то, что, по крайней мере, хоть что-то есть. Нету ни Больчевиты, ни Дюне. Это такого цвета Диориссима стало. Это оригинал. Вот это вот Мисс Диор уже красного цвета. Форевен Эва. Кстати, мне нравился Форевен Эва. Мне кажется, что все-таки в Эльдебате тестер стоит постарше. Потому что вот здесь уже пахнет немножечко иначе. Вот реально больше каких-то зеленых таких вот нот. На тему пуазона вообще композиция. Но с какими-то зелеными, древесно-зелеными такими оттенками. Не знаю, вот такой вот фруктовости, не фруктовости, а ягодности. Вот этой сливовости как-то маловато. Да, 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 да. Это абсолютно точно. Я снова зашла в аром ателье у нас в Курске. Здесь, в общем, много всякого интересного появилось. Смотрите, и паут, и игры с дьяволом, и вот рассасик зебра. Понюхала зебру, ну это я так ее называю, по оформлению. Мужскую и женскую. Мужскую, знаете, чем-то смахивает на Авентус Крид, кстати, он у них тоже есть. Ну, естественно, там не клон, ничего, но вот что-то так напомнило. А женская, знаете, как очень-очень сильно выветрившаяся версия Киркика, из которой выветрились уже вот эти вот фрукты и больше вот этого мускуса. Вот. А что я сюда зашла? Я по просьбе подписчика хотела попробовать Али Рехаб, там, я забыла, Ут какой-то, Табако Интенс, по-моему. Но здесь нет этого аромата, к сожалению. А больше... О, нет, Аль Харамайн. Вот. А больше я нигде Али Харамайн у нас в Курске не встречала, да и здесь осталось мало. Так, ну что, здесь вот еще молекулы. Я хочу себе взять малюсенький отливантик Чоколад Криди на зиму. И вот еще я попробовала Свет Пиони. Вот я стою и думаю, я уже как-то покупала Чоколад Криди, и этот отливантик ушел к моей подруге Свете. Я его носить не смогла, но когда я пришла к ней зимой как-то в гости, и от нее так здорово пахло, я поняла, что аромат очень классный. Вот так вот на зиму можно взять немножечко миликов. Ну вот смотрите, есть еще вот эта цыганская вода, тоже я о ней подумываю. И у нас стоит старая версия Босфора вот этого артизановского, о котором там все... Я его помню еще с тех времен, когда он там был у нас в Эль-де-Боте. Мне, кстати, нравится аромат, но как-то вот все время меня что-то останавливало его купить даже вот несколько миллилитров. Ну все-таки я сейчас решила вот этот вот шоколадного жадина себе немножечко купить, а там посмотрим. Ну вот, удачная наша в аромателье. Я надеюсь, что вам было интересно. Оставляйте комментарии. Чем холоднее становится, тем слаще ароматы. Желаю вам все само наилучшего. Пока-пока.